Приветствую вас, любители вкусного и интересного. Рад видеть на канале Доброслав 13. Съедобное и несъедобное. Сегодня пятница и очередной пивной обзор. Это Настя. Это Костя. И сегодня у нас на повестке дня две пшенички. Два пшеничных пива из пятерочки. Из категории немецкое пиво. Но, так скажем, это не всемирно известные бренды, а, насколько я понимаю, очередной такой условный немец. Здесь варится, да, все это по-честному на немецких заводах, но специально для российского рынка, я так понимаю, специально заказывает пятерочка под себя. Стоят они в пределах 60-70 рублей за честные 0,5, я надеюсь, да? 0,5. И это тоже, да, 0,5 литра. То есть здесь все нормально, все по-честному. Как любит наш человек бумажные наклейки, типа того, это не для России делается. Вот бытует такое мнение, что если приклеена наклеечка бумажная, значит это прям настоящее такое пиво. А там в китайском. Да там все подряд, я так понимаю. Первое это Апостол Вайсбир. Ну, Вайсбир это пшеничное пиво. Нарисован монах бородатый с кружкой. Все как вот в лучших традициях такого стилистики немецкого. Премиальное качество. Вот это вот непроизносимый Рейнгсбот. Это вот закон о чистоте пивоварения. Вот все обязаны его прям вот пишут с удовольствием, с превеликим. Здесь по характеристикам у Апостола плотность 11,8, алкоголь 5,3. Страна происхождения Германия. Собственно, раз. И второй. Ох, ты можешь прочитать? У меня язык не выговаривает вот реально. Какая-то тоже достаточно стильная банка. Нарисованный замок тут и все дела. Характеристики 11,8, 5,2. А здесь я читал. 11,3, 11,8. 11,8, 5,2. Ну, практически одно и то же. Производитель, я вот только не нашла производителя. Может, это один и тот же. Да, но тут на банках настолько... Он может быть? Страна происхождения Германия. Германия. Приват Брауэрай. Айхбаум Гамбахайко. Ну, судя по всему, разные. Это, по крайней мере, радует. С какого начнем? Синенький или желтенький? Вот по такому принципу. Давай, желтенький. Так, пшеничку как там надо? Традиционно несколько раз перевернуть, да. Чтобы там же осадок, дрожжи, да. Чтобы они как бы так чуть-чуть перемешались. Мы все тешим надеждой найти вкусную пшеничку за недорого в магазине. Айнгер, это, конечно, хорошо, но сейчас он стоит рублей, наверное, под 300. Буквально за бутылку. Так что продолжаем поиски, друзья мои. Небольшая, но такая плотненькая. Чуть побольше налей. А тут цвет не совсем понятный. Пожалуйста. Мутно? Мутно, но оно уже нефильтрованное. Нефильтрованное все, то есть для такой вот, кажется таким плотненьким. Но, опять же, не супер таким вот плотным. Мне кажется, даже тот же юсберг, он казался как вот гуще, нажористый визуально. И пенка очень слабая, достаточно быстро спадает, да. Такое жидковатое. Дрожжи, кислый хлебушек, тесто. Продолжай. Продолжай. Я все еще банан свой любимый, гвоздику, который кориандр. Ну, вот в особых сортах там еще гвоздика должна просхотеть. Я ее чувствовал несколько раз. Основное, что банан, хлеб, дрожжи и чуть-чуть кориандра. Вот это и кислинка такая вот дрожжевая. То есть кислинка, да, здесь есть. Тесто есть. Ну, вот банан, ты чувствуешь банан? Не чувствую банан. За вас, друзья. А, вот во вкусе шкурка банановая есть. Прям да, прям есть. Вот в аромате не было, а именно вот белая часть на шкурке, как эти вот полоски такие, вот она. Не спрашивайте, откуда я знаю, как она на вкус. Вот именно она здесь во вкусе есть. Плотности не хватает. Но, в принципе, на лето... Летом хорошо зайдем. Приятная кислинка, хлебушек в жару будет вполне нормально. С учетом того, что 60 рублей, это намного лучше, чем всякие жигулевские, от Балтики пшеничка. Уж про трехсосинский, там, солдовары и прочее, молчу. То есть... Не надо трехсосинский. То есть это нормально. За свои 60 рублей вполне себе. Но чего-то такого сверхъестественного... А что там может быть сверхъестественное? Ну, не знаю. Как бы я сейчас поставить какую-нибудь бутылку, к тому приличную, по 250-300 рублей, там, я говорю, там, Айнгер, какой-нибудь Вайштефан, там, и прочее. Да, они, конечно, будут намного и по вкусу, и по аромату лучше. Но вот за свои деньги хороший вариант на лето вполне себе возможен брать. То есть в пределах, там, от 50 до 70 рублей за честный 0,5. Отличный вариант. 4 из 6 баллов вполне можно поставить этому пиво. Ну, и давай какую-то вот эту вот синюю крепость немецкую попробуем. Как она будет? Разливай. Это крепость, да? Ну, Бург, крепость? Бург? Санкт-Петербург. Я думала, что это что-то город. Нет, мне кажется, крепость Бург, вот куда. Эдинбург. Эдинбург. Мне кажется, город. Я думаю, что все-таки это крепость. Кто знает немецкий? Эбертсбург. Ну, мне кажется, все-таки это по цвету. Да, такое же мне кажется. Ну, оно более мутное. Более мутное. И менее, наверное, такое желтое, что ли, как-то. Ну, плюс-минус они близки. И опять, вот пенка опять. То есть пшенички чем характерны? У них достаточно такая хорошая пена должна быть. Ну, здесь она как-то поплотнее немножко. Поплотнее, поустойчивее. Но все равно она вот очень-очень такая неустойчивая. И вот здесь хотя бы, да, поболтала, она опять появляется. А вот в предыдущем апостоле она совсем такая была унылая. Ароматика? Как-то пусто вообще, пусто-пусто. Каким-то пивом пахнет. Да, что-то вообще не пахнет. Ну, вот как в разливайку заходишь, вот в магазин разливного пива, пахнет, вроде каким-то пивом где-то пахнет. Да? Да, вот-вот-вот там. Часто ты заходишь в разливайку? Очень редко, но вот у меня такая ассоциация от разливайки. Заходишь каким-то таким подкисшим пивом, слегка пахнет. И больше ничем. Это слаще. Прям сладкое какое-то. Очень сладкое, очень пустое. Здесь ни хлебушка, никакого ничего нет. А что такое сладкое-то? Не знаю. Хотя, как бы по характеристикам, оно должно быть хорошо достаточно сброжено. В составе, думаешь, какой-то там сахар, да вряд ли немцы этим не балуются обычно. Не знаю. Углеводы 3,2. Ну, тут я даже не хочу рассматривать ничего. Вот эти характеристики там и прочее. Сейчас я найду углеводы. Че ты? А тут 2,6. Вот. Значит, здесь больше сахаров, да, осталось? Да, поэтому сладкое. Да? Ну, может быть, да. Ну, вот это вообще пусто. Даже я не знаю, что сказать, мне никчемно. Вот просто очень уныло. Нет, вот это вот намного лучше. Да. Он, получается, хофевайзен. Хофевайзен. Суть по этикетке, да. Пив светлый, пшеничный, нефильтрованный. Я пшеницу тут вообще особо не ощущаю. Сладость. Сладость, сладость, сладость. И все. Двойка из шести, в лучшем случае. Никакого желания допить. И вот даже просто на контрасте сейчас солью. И вот это вот Апостол нальем. Ну, смотри, одинаковые они. По цвету. Нет, это чуть потемнее. Чуть темнее, чуть мутнее. Вот Апостол чуть-чуть светлее. И на контрасте. Ну, тут тоже, кстати, немного аромат остался. Но тут хотя бы он чуть-чуть пробивается поприятнее. Тут, кроме сладости и солода такого кого-то, ничего вообще нет. Нет, вот это интересненько. Нет, ну это хоть чуть-чуть на пшеничку. Такую простенькую, легенькую пшеничку похоже. По крайней мере, хлебушек, кислинка есть. То есть за 60 рублей, в принципе, нормально. А вот это вот просто... Сладенькая водичка. Да, вот правильно ты говоришь, сладкая водичка. То есть выкинуты деньги на ветер. Я вот увидел новинку, вроде как новинка. Красивая банка. Сделан когда? Июль 22-го, а годин до января 24-го. То есть такое не очень свежее. А это... Полтора года, что ли? Да. А это с сентября 22-го и до декабря 23-го года. Там сколько, получается, 15 месяцев. Ну, при равенстве цены выбор очевиден. То есть от 4 из 6, от 2 из 6, деньги на ветер, удобрение для огорода. И не знаю, при каких условиях его можно выпить. Согласна. Согласна? Да. Верните пулайнер по 100 рублей за банку. Вот это был хороший вариант. Иль Францисканер по 99 рублей за банку. Но пулайнер сейчас рублей по 200 банку в среднем у нас продают. То есть пошли опять по ставке, насколько я понимаю. А Францисканер начали варить. Ну, мы попробовали с тобой с этим, с монахом-то. Вот. Ну, там просто уныние и уныние. Испортили как только могли. Друзья мои, напишите, какое еще пиво может быть из пятерочки, из магнита, из сетей. Посоветуйте. Пока вот из пшеничек вот этот апостол относительно нормально. Но лучше был, помнишь, дядя в гольфиках с ружьем. Зеленая баночка такая. Да, то есть вот охотник с ружьем. Та пшеничка была вполне себе годная и хорошая. До новых встреч. Пока-пока. Продолжаем искать вкусную пшеничку.